У нас в городе уже давненько выпал снег, поэтому я думаю пришло время перебрать вещи в шкафу с верхней одеждой. Так, вот так это выглядит сейчас. Сейчас буду по одной вещи доставать, примерять и вместе с вами подумаем, какие вещи стоит оставлять на следующий год и их мы уберем в шкаф. Ну то, что окажется лишним, неинтересным уже, маленьким и так далее. Будем куда-нибудь отправлять. Так, ну начнем я думаю вот с этой курточки. Вот такая дубленка, она на достаточно прохладную осень, на теплые, на громкие, можно вот так повыше. Ну я обычно накидываю какой-то шарфик, достаточно объемный и получается прилично утепленная, потому что шея здесь полностью открыта, а шарфом она прям все закрыта. Здесь меховая такая внутри поверхность, поэтому достаточно тепло. Я думаю, ее пока можно оставить. Следующая вещь это вот такой утепленный жакет, можно даже сказать куртка-жакет. Он идет с укороченными рукавами. Но так как это неполноценная куртка, соответственно сильно в холодный период ее не поносишь, перчатки здесь не понадобятся. Просто открытые руки. Он полностью шерстяной, такой теплый. С разными карманами. Карманы разные по высоте, по размеру. Такая симметрия. Вот мне он нравится в расстегнутом виде, он более такой прямой силуэт имеет. Если застегнуть, то немного приобретается приталенность. Сейчас покажу. Вот он на пуговках. Вот так это выглядит. Ну, он мне нравится. Мне кажется, более такой женственный стиль вместе с ним приобретается. Поэтому, его думаю, есть смысл оставить. Тоже убираем пока в шкаф. Далее вот такая парка. Она совсем тоненькая. Это на теплую весну, ну, начало. Но она мне, в принципе, тоже нравится, потому что вроде бы спортивный стиль, но в то же время она приталенная. Вот, вот. Запянута. Вот, цвет хайки, который я люблю, мне нравится. Кожаные вставки. То есть, ее можно сочетать с разным, я думаю, низом. Ну, не знаю, вроде бы она мне нравится. Пишите, как вы думаете. Пока оставлю. Теперь вот такая курточка. Она абсолютно базовая. Черная, матовая. Из материала немножко напоминает плащевку, только она матовая и очень плотная. Ну, это уже такой быстрый вариант, когда не нужно задумываться, что конкретно надеть. Когда нужна вещь, которому не жалко, так как она достаточно легко моется. Вот, она тоже приталенная, с ремнем идет. Ну, и без ремня, если надеть, то так же она приталенная. У нее в комплекте был мех. Ну, мех очень внешне прям выглядел искусственно, не очень. Он пышный, поэтому я его убрала. Вот, без него нормально. Вот, тут такие детальки мелкие. Ну, можно, если застегнуться до конца, чтобы было максимально плотно, вот так. Запретую я в основном открытую нашу. Она достаточно такая плотная. Там какая-то прям прослойка, как будто с антиконом. Мне кажется, ее, в принципе, даже сейчас еще можно носить. У нас по температуре где-то, наверное, минус 6, минус 6, ну, до минус 10. Поэтому с шарфом, с шапкой, мне кажется. Ее пока что и следующее пальто, которое я сейчас покажу, их еще можно оставить. Пусть пока повесят. Вот пальто, про которое я только что говорила. Вот такое урлиненное уже оно, ниже колена. Оно полностью из шерсти сделано. Это чувствуется на ощупь, оно слегка покалывает. Но в целом оно достаточно мягкое. Вот такая у него текстура, как будто бы верблюжья шерсть, надеюсь, видно. Вот, оно тепленькое. Здесь хоть и есть подкладка, но она идет без каких-то утеплений. И просто ткань, соответственно, вот чисто за счет того, что шерсть составит. Достаточно минималистичный дизайн. То есть, такие простые пуговицы, карманы. Тоже приталены. Что-то у меня много приталеного. Ну, вот насчет него сомневаюсь, не знаю точно. Сомнения, потому что мне по ощущениям кажется, что оно слегка великовато. Вот, напишите, как вы думаете. Оставлять его, не оставлять. Надо его поносить пару раз, посмотреть, как это мне будет ощущаться, и уже принять окончательное решение. Пояс, кстати, это отдельный я подобрала, потому что те, которые были в комплекте, там было два поясочка тоненьких. Они не с заклепками, там такие были металлические. Типа кнопок, что ли, штучки. Вот, но так как это был не натуральный материал, они достаточно быстро потрескались. Поэтому временно пришлось заменить на вот такой. Ну, можно поискать что-то более выносливое и подходящее. Переходим к следующему. Следующее вот такое тоже пальто. Оно уже более веселенькое. Здесь такой достаточно активный рисунок, хоть и в коричневых тонах. И оно по форме напоминает платье. То есть достаточно пышная юбка здесь в складке. Воротник. Ну, вот на самом деле этот круглый воротник мне не очень нравится. Обычно я закрывала шарфом-хомутом. Вот так вот оно выглядит. Насчет него я сомневаюсь в первую очередь больше всего. Мне кажется, я от него, скорее всего, и избавлюсь. Потому что, не знаю, мне кажется, оно слишком уж на платье похоже. Слишком женственное. Его сложнее всего комбинировать. С обувью, шарфы, шапки. Наверное, буду думать, куда его отдать. Вот такое вот. Я не знаю, кстати, как это называется правильно. Я все называю пальто. Вот оно идет с ремнем, с поиском. Я его обычно без него ношу. Ну, как-то, мне кажется, так проще. Меньше лишних деталей. Мне нравятся, наверное, более минималистичные вещи. Можно какой-нибудь более пестрый шарф в штраф вводить. Но не в этом случае. Здесь активный рисунок, который как раз-таки и в основном вызывает у меня сомнения. Лежал у меня в шкафу. Я его достаточно давно не одевала. И, ну, вспоминала именно этот рисунок. И мне казалось, что он пока не уместен. Вот. Но сейчас одела. На самом деле, нормально. Ну, мне так кажется. Пишите, что вы думаете. Вот у него такой покатый рукав. Я даже, кстати, не знаю, как это называется. Потому что не вижу швов. Как вот он? Видимо, такое изначально было. Так бы, крейно. То есть, скругленный рукав. Нет никаких здесь отрезных элементов. Тоже шерсть. Вот тут все на заклепках. Кнопочки, может быть, видно. Очень удобно то, что оно на молнии. То есть, легко одевать, снимать. Прям быстро все это. Карманы. Достаточно глубокие, удобные. Можно, чтобы лишних вообще деталей не было. Вот так спрятать эту верхнюю деталь. И прям совсем простая получается. Модель. Ну, можно достать, без разницы. По длине до середины ноги, верхней части. Ну, в общем, она не длинная. Наверное, поношу. Почему нет? Каким-то чудом у меня тут затесалась. Летняя джинсовая курточка. Вот она такая светлая. Тут заклепки, прикрепленные моей сестрой. Немного ручной работы. Она укорочена по размеру. Она немножко больше, чем я. Ну, типа, оверсайз. Не знаю, мне непонятно, насколько она конкретно мне подходит. Вот я тоже жду вашего мнения. Почему-то я джинсовые куртки не очень сильно ношу. В принципе, летом мне и так тепло. Там никакие куртки не требуются. А в демисезонный такой период уже не поносишь. Поэтому спорная вещь. Просто из-за того, что мне летом не требуются куртки. Поэтому надо подумать насчет нее. Ее под вопросом. Дальше вот такая легкая курточка. Ветровка. Ну, я ее, наверное, в качестве дождевика больше использую. Потому что материал тут совсем не промокающий. Я не знаю, это плащевка, не плащевка. Ну, вот такая тоненькая. Слегка. Ну, она не хрустит, конечно, но шелестит. Если друг от друга тереть. Вот. Она не промокает, поэтому для дождя хорошо подходит. И плюс тут еще идет капюшон. Он мне, конечно, не очень меня красит. Но во время дождя без разницы. Вот. На молнии. Ну, мне кажется, какая-нибудь одна курточка должна, наверное, быть в ассортименте. Такая легенькая. И в дождь можно поносить. Здесь, почему я ее еще себе оставляю, мне нравится цветовая гамма. Вот такой... Ну, это, наверное, не цвет морской волны. Он более теплый, ближе к елому. Ну, что-то среднее между ними. И такой очень красивый, то ли вишневый, то ли куркой. Вот холодные оттенки. Вроде бы насыщенно яркие, но холодные. Мне такие нравятся. В общем, ее я пока оставлю. Возвращаемся к более теплым вещам обратно. Ну, на самом деле, избитая модель до невозможности. Но так как она не прилегает, такая очень свободная, то в холодный период, мне кажется, она спасает. Под ней очень теплую кофту можно одеть, объемного размера, имею в виду. И там аккумулируется тепло, воздух нагревается, и, в принципе, в ней очень комфортно. Плюс капюшон очень объемный, теплый. Он идет с начесом. Поэтому в холодный период классно. Но я ее в основном еще оставляю на таких случаях, как какой-нибудь поход, дача, рыбалка. Вот когда нужна вещь, которую точно не жалко. Ну, плюс мой один из любимых хаки цвет. Поэтому хоть она и избитая, уже всем надоело, и мне тоже. Но, наверное, пока что я ее оставлю. Тут затесались еще пару кардиганов. На них я, наверное, внимания пока акцентировать не буду, потому что мы с вами будем разбирать потихонечку весь гардероб, и будет отдельная категория кардиганов. Поэтому их оставим мы туда. Переходим уже к категории теплых вещей, которые можно даже зимой надевать. Первое – это вот такое пальто утепленное. Его как раз-таки зимой можно носить. Оно очень теплое. Тоже шерсть, но эта шерсть уже не колючая абсолютно. Вот такая у него текстура. Я все еще надеюсь, что там что-то видно. Я пока не проверяла. Вот. Единственное минус этого конкретно пальто – оно черное, и на нем очень хорошо видны все какие-то ниточки, кошачья шерсть, чего у меня в избытке. Вот. Ну, ну, липким роликом пройтись. В принципе, такая поверхность достаточно легко чистится. Меховой воротник, по-моему. Он съемный, да. Он съемный. Ну, это уже абсолютно классическая такая модель. Он прям сильно приталенный. Тоже с пояском в комплекте. Также модель удлиненная. Тоже ниже колена. Причем прилично так ниже колена. Ну, на зиму прям классно. Она не продувает. Ну, такую вещь, я думаю, можно иметь. В гардеробе ее и в театр можно одеть. Хочу уже в театр. Когда же. Ну, в общем, это оставляем. Классное пальто. Вот такое еще есть пальтишко. Ну, как обычно, все шерсть. Здесь уже, вот я не знаю, это букле, не букле. Видите, идет сочетание нескольких оттенков серого. Темный, светлый. Какие-то более белые вкрапления. Вот такой кучерявый барашка. Но это ровная текстура. То есть здесь нет никаких объемных элементов. Тоже в комплекте идет пояс. Ну, я сейчас покажу, конечно, как с поясом выглядит. Ну, с поясом я ни разу не надевала. Что-то мне очень нравится. Мне кажется, такая модель, она более выигрышно выглядит именно без пояса. Поэтому убираем. Теплое. Оно очень теплое. Тоже не продувает. Единственное, вот пуговицы идут не до низа, так как расширяется. Точнее расходится немножко низ. И может задувать. Ну, в принципе, ничего страшного там не сильно. Тоже такие рукава. Без швов. Я надеюсь, вы мне напишите, как это называется. Я буду знать. Ну, мне нравится вот такое пальто. Я его ношу. Шарф тоже объемный. Это точно оставляем. Так, ну все. Остался только дождевик. Но его, я думаю, мы не будем сами разбирать. Это тоже нам для рыбалки надо. Убираю оставшиеся плечики, освободившиеся. И нужно будет сейчас немножко почистить здесь полочку, про трубы. Переберу все вот эти баночки. Ну, это все, что касается обуви. Тут щетки, пропитки всякие. Легкие ролики, зонтики. И еще, кстати, классная штука. У кого нет, очень советую приобрести. Это сушилка для обуви. Реально очень часто выручают. Покупали мы, кто живет в Екатеринбурге, знает, наверное, такой магазин Галамар. Он там недорого стоит. И оказалась очень практичная вещь. Сколько им лет уже не сломались. Классно сушит. Ну и, наконец-то, последняя вещь. Это вот такая веселенькая дубленка. Ну, веселенькая за счет того, что тут такая барашка. Имитация меха. Это прям зимняя дубленка. Она очень плотная, толстая достаточно, два слоя. Сама шерсть, она как будто бы валеная. Похожа немножко на валенок. Ну, как видите, тут сочетание черного и серого материала. Карманы на молниях. Она немножко удлиненная. То есть, ничего там задувать не будет. Очень-очень теплая штука. Можно ее застегивать повыше. Тут уже, по желанию, можно хоть до конца. Если холодно, надо намотать шарф. По-разному. Тут тоже есть небольшие кармашки. Ну, только аккуратно с этой барашкой. Может, заесть. Нужно с ней поаккуратнее. Вот. Ну, эта вещь классная. Ее я наношу. Носить еще планирую. Поэтому ее просто в шкаф. Вешаем. Скоро буду носить. Так, ну вот. Я, в принципе, вынула все с этого шкафчика. С этого отдела. Протерла уже пыль. И у нас шкаф, он нестандартной глубины. 90 дитя на сантиметров. Мы шкаф заказывали под глубину ниши в прихожую. Чтобы такой встроенный шкаф у нас получился. И чтобы было удобно пользоваться такой глубины шкафом, я на полочке применяю вот такие вот поддончики. Наверное, многие уже видели. Они есть и в Леруа Мерлен, и в Фикс Прайсе, в Светофоре я даже, по-моему, видела. Вот. То есть, я кладу такую штуку на полочку. И когда мне нужно достать что-то из глубины, я просто выкатываю. И получается это уже более функционально. Корзинки вы видели. Их тут всего было 3 штучки. То есть, если я сейчас на этой полке оставлю только 3 корзинки, получится не очень рациональный расход пространства. Поэтому я думаю, на заднюю полочку я, наверное, прям стопкой положу сумки, которые я сейчас не использую. То есть, это будет такое хранение. Тем более, ну, раз они не очень часто используются, вот там в глубине им будет комфортнее. Ну и вне. Вы же не видите, что происходит сверху? Сумки я достала вот с этого отдела. И тут у меня сидели котики. Они очень любят эту полку. Они там вдвоем сидели с чернушей, но чернуша уже выпрыгнула. Остался один вот крока. Сейчас, наверное, тоже спрыгнет. Достала сумки. Слушайте, это какой-то капец. У меня теперь тут разгром. Но отступать уже некуда. Тем более, вон, котики мне всячески помогают. Надеюсь, мне будет полегче. Ой, приступаем. Сумки, на самом деле, тоже нужно будет разбирать. Но пока, чтобы время на это не тратить, я их просто сложу, протру пыль. Вот, отдельно, наверное, их тоже переберем когда-нибудь. Ну вот, в принципе, и все. Я думаю, на этом видео можно заканчивать. Нельзя заканчивать. Там пирожок пришел проверять, как мы с вами все организовали. Сейчас он посмотрит, оценит и вынесет вердикт. Ну, фокусируйся, Жуля. Вот, пирожок пришел у нас с проверкой. Сейчас он все посмотрит, оценит и вынесет вердикт. Можно ли так оставлять и с этим жить. Будем ждать вердикта. Жуля, что ты говоришь? Отстаньте. Ну ладно. Отстаньте так, отстаньте. Ну, теперь-то, я думаю, точно можно заканчивать это видео. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии. У меня в этом видео было очень много вопросов. Жду ответы на них. Будет очень интересно почитать. И если кому-то понравилось это видео, то ставьте лайки. Мне будет очень приятно. Ну, и это будет меня мотивировать снимать новые видео. Пока-пока.